КОСМИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ СОТОК С ВАМИ ВИДЖИ ЭВЕРИ Я ИГРАЮ В МЕХАНОИДОВ И Я ВЗЯЛА ЗАДАНИЕ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ОСОБОХ ГРУЗОВ Так, и теперь мне надо отправляться вон в ту сторону Почему бы нет На самом деле я не знаю даже что и сказать Кроме того, что сейчас уже вечер, солнце садится И пытается испепелить через окно все то, что находится в моей комнате В том числе мониторы, я практически ничего не вижу Вы, может, скажете, что в чем проблема использовать шторы Или переставить монитор К сожалению, переставить его я не могу А шторы у меня нет, потому что коты сломали гордину Оборвали ее и, короче Пока что новой у меня нет Поэтому приходится играть как есть Это, конечно, очень неудобно Ну, а куда деваться Так, что я могу сказать Мне срочно нужно сюда А, да Сейчас я туда поеду Так, это мне не сюда, ремонтный блок Так, продавать его нельзя Че это я? Нельзя его продавать Он мне нужен для задания То есть, как бы, ремонтные блоки можно здесь найти И, в принципе, это не такой редкий товар, но А если мне его дали для задания То лучше его никуда не девать Но сначала я заеду сюда Это не для задания Но это по пути И тут я могу очень хорошо продать большой энергокоденсер То есть, если обычные здания предлагают мне 3000 там с чем-то Там, я не знаю Сколько мне там еще А тут 4800 И я считаю, что это неплохо Вот мы и добрались до озера То есть, как бы, в прошлый раз тоже мы тут плыли Но было темно Даже темнее, чем сейчас Так, сейчас по мою душу они полетят Хотя что-то отстали Даже странно Вот весит то, что они на воде там находятся И потому что Ну, как сказать Если, допустим, просто где-нибудь на местности дерешься Или там кого-нибудь убивают Взорвут глайдер Оттуда вывалится механоид Там всякие контейнеры полезные Да даже просто энергокристаллы, если есть Их можно собрать Их можно отвезти Там, я не знаю, рейтинг получить Там, продать что-нибудь такое А когда я взрывают над водой То-то все Потом это все там лежит На дне, копится Потому что Слишком большая высота На такой высоте ничего не подбирается А в второй части там придумали Всякие специальные машины Которые подлетают время от времени И поднимают механоидов Застрявших в воде Проблема в том, что В первой части такого нет Если тебя взорвали И ты оказался под водой То все Как бы для нас понятно, что в любом случае Все Но я имею ввиду остальных механоидов Допустим, там какой-нибудь захватчик взорвал транса И все Он там валяется где-нибудь Под водой И все И ничего Не поделать Хотя Под водой еще можно попытаться Если не очень глубоко достать Можно попытаться Хотя не факт, что получится Но попытаться можно А вот если там лава вместо воды Особенно в секторе вулканов такая проблема Ну как бы лава-то только там есть Или Если, допустим Механоид свалился в какую-нибудь пропасть Например, как Где там в Арктике Допустим, будут пропасти Слишком большая высота Ты не можешь за ними спуститься Они там просто лежат где-то над ней И все Они там будут, наверное, веками лежать Пока их никто не достанет Я считаю, что это печально Ладно, допустим Нельзя поймать какую-нибудь выгоду Но Даже если рассуждать С точки зрения Банальной логики Я думаю, что Механоидам не особо приятно Лежать Без движения Без всего Нет, конечно, такого понятия Как смерть в этом мире Но Тем не менее Все равно это неприятно Кстати, я не рассказывала Про То, как тут устроено Все правильно Ну вот что касается Там взорвал Механоид выпал И что с ним дальше Я даже не знаю С чего опять-таки начать Потому что Информации много Но Это же все как-то надо сформулировать А я не могу Ну вот смотрите Вот у нас механоид Да, вот это мы Как бы Ну вот это вот Охотник какой-то Конхан Непонятно кто Вот И механоид Это как бы Такой Суперкомпьютер Который управляет Глайдером Вообще Можно куда угодно Засунуть Там в здание В охранную пушку И так далее Ну такая Очень продвинутая Флешка Особенность этих вот Колобков В том, что Они практически Неубиваемые Они даже в лаве Могут валяться И не плавиться И нормально будет Рейтинг Он как бы Влияет на Ну я не знаю Самосознание Этого Механоида Вот сейчас у него Четвертый Да Если Убить Он у него Понижается Там на Один И если Несколько раз Убивать Одного и Того же Механоида То в итоге У него Рейтинг Дойдет до Одного А потом И до Нуля А после Нуля Идет Перенос То есть Как бы Этакая Перезагрузка То есть Он уже не будет Помнить Кем он был Чем он был Что он делал И так далее Ну это как Отформатировать Короче Винду Вы поняли Надеюсь Вот И Как бы Как таковой Смерти Здесь нет То есть Это его не убьет Это просто Сотрет ему память Полностью Но Механоиды Не особо Любят Перенос Потому что Ну тогда же Они все забудут Правильно Все к чему Они стремились Все вот эти Вот Цели Там И прочее Короче Это Далеко Не самое Приятное Поэтому Механоиды Предпочитают Просто Ну там Кого-то Убил Ну ладно А вот Когда доводят До переноса Прямо Целенаправленно Это Прямо Хотят От Кого-то Избавиться Это Не смерть Но Как бы Приравнено К ней О Отлично Сейчас я Избавлюсь От этих Гавриков Они Меня Достали Они Вечно Мешаются Конечно Я Их Этим Самым Не Убью И Ничего Не Попадают Отсюда Да Это Надолго Но Тем Не Менее Давай Давай Подбегай Капец У меня Оружие Перегрелось Я аж Не Ожидала Даже Я смотрю Там Трансы Уже Подсуетились И Подобрали Колобков Ну Да Ладно Я их Называю Колобками Потому Что Их Все Называют Так Потому Что Механоиды Круглые Такие Маленькие Че бы Их Не Называть Колобками Правильно Можно Просто Называть Шариками Это Не Так Клево Блин Хреново Оружие Хреново Оружие Хотя По нему Попадаю У него Какой-то Диапазон Действия Печальный То есть Ближе Он Не Подходит Точнее Не Подлетает Не Подплывает Я Не Знаю Наконец-то Блин Не Прошло Стали Стали Иди Сюда Зараза И вот Таких Механоидов Наглых Очень Много Вот Их бы Я довела До Переноса За Милую Душу Но Тут Как бы Особо Не Принято До Переноса Доводить Это Конечно Есть В файлах В заданиях По-моему Где-то Мелькало По-моему Так Чтобы Постоянно Вот Об этом Просили Нет А вот Во вторых Механоидах Это Прям Сплошь Рядом Там Какой-нибудь Тебя Чувак Достал Все Давай Доведи Его До Переноса Чтоб Он Забыл Вообще Про Все И Не Доставал Больше Может Он Там Новую Жизнь Начнет Может Станет Кем-нибудь А еще Более Смертоносным Кто Знает Но Требуют Именно Вот Довести До Переноса Блин Солнце Светит Вообще Жития Нет Так Не Их Я пока Трогать Не Буду Их Трое Я Одна И у них Тут Радиус Действия Чуточек Побольше Будет Так Мне По идее Должны Дать Еще Заданий Но Не Помню Так Лето Так Где Тут Че Я Не Помню Я Рассказывала Нет Про Карту Тут Как Бы Есть Две Карты Но Одна Обычная Да Ну Вы Видели Да Ее Вот Вот Она И Вторая Я Ориентируюсь Постоянно По ней Потому Что Это Проще Кажется Я Говорила Что Зеленое Это Здание Белое Это Механоиды Фиолетовое Это Всякие Ништяки Там Товары И Прочее Оранжевое Я Не Помню По Мо Аномали Выгрузить В озеро Четыре Контейнера Недавно Климат Активатор Проводил Анализ Экосистемы И Короче Надо Подправить Эту Экосистему Хорошо Так Вот Те Никель Так Существа Погибнут О Нет Сейчас Мы Их Выпустим Не Волнуйтесь Не Переживайте Все Будет Хорошо Я Надеюсь На Это Вообще Я Надеюсь Что На Меня Сейчас Не Будут Нападать Потому Что Ну Как Бы Я К Этому Не Готова Все Жду Не Дождусь Когда У меня Будут Возможности Приобрести себе Нормальный Движок Хотя Бы И Нормальный Глайдер Я Об этом Молчу Нормальный Конечно Он Только Уже С Четвертого Стандарта Начинается Так Что И На Куда Тут Надо Ага Точно Биоконтейнер Сброшен В озеро Отлично Так Дальше Мне Надо Сюда Что Я Хотела Сказать А Стандарты Наверное Надо Будет Это Не Только Рассказать Но И Показать Но В целом Тут Очень Много Завязано На Цифре 4 4 Стандарта 4 Поколения Механоидов Как-то Так Каждые Механоиды Они Делятся На Поколения То есть Там Первое Поколение Выпустили По какой-то Их особой Технологии Делали Они Получились Вот такие Вот Другие Были уже Другого Поколения Второе Поколение Это Большая Часть Населения Полигона То есть Куда ни плють Везде Будет Какой-нибудь Представитель Второго Поколения Вот эти Захватчики Они все Вторые Трансы Они все Вторые Свободные В основном Тоже Все Вторые Вот Третье Поколение Это Механоиды С применением Всяких Биологических Добавок Не Ну конечно Не бифидобактерии Туда добавляли Но тем не менее Эти механоиды Получились себе На уме И они Постоянно Используют Биомеханические Глайдеры И прочее Оборудование В то время Как Вся остальная Часть Населения Предпочитают Используют Обычные Механические Устройства И прочее Если я не путаю Четвертое Поколение Оно тоже Какое-то Экспериментальное Что ли Было И оно Отличается Тем Что оно Вообще Не воюет Ни с кем Не сражаются У нее даже Оружия Нет Они все На одинаковых Глайдерах Ездят И занимаются Одним и тем же Что просто Изучают все Там Собирают информацию И прочее Задроты Короче В принципе Я их понимаю Это нормально И полезно В принципе Если подумать Но Даже не знаю Они действительно Себе на уме Как и Предыдущее Поколение Но эти прям Вообще То есть Если их кто-то Обидит Они наймут Кого-нибудь Чтобы Отомстить Сами этого Делать Не будут Да В принципе Они мерные Безобидные И с ними Норма Так общаться Они мне нравятся Больше Чем Третье Поколение Я Сейчас Не вдаюсь Подробности Потому что Если я буду Говорить Вот Третье Поколение Клан Синие Четвертое Поколение Это Сплошь Считающее Вам Будет Знакомиться По мере Прохождения Потому что Тогда Информация Будет Более Свежей И так Далее А сейчас Ну Че-то Я говорю А че Я говорю Смысла В этом Вообще Нет Единственное Еще могу Сказать Что Наш Механоид Он Представитель Пятого Поколения Да То есть Это Самое Новейшее Поколение Никто Еще Не знает Что Он Пятый Потому что Всем Известно Что Есть Четыре Поколения А тут Какой-то Хрен С горы Свалился Внезапно Пятый Особенно Избранный Это Потом Уже Его Будут Считать Избранным И Все Такое Ну Это До Начала Второй Части Игры Там Уже Он Особо Избранным И Одним Единственным Не будет Но Об этом Потом Я так думаю Потому что Если я сейчас Буду Всю информацию На вас Вываливать То Потом Мне будет Тупо Не о чем Говорить И Тогда Я буду Нести Ахинею Хотя Я Кого я Обманываю Я всегда Не Сокут Ахинею Потому что Фактов Я знаю Не так уж и Много Точнее Про эту игру Я много Фактов знаю Но Проблема В памяти Она К сожалению Не как у Механизма Четкая Она Меня Уже Подводит Там Битые Сектора И Прочее Хотя Я тут Излазила Все Вдоль И поперек В свое Время По 10 часов Сутки Играла Но Это Было Давно Игра 2004 Года Вы Что Хотите Уже 2019 Даже Самой Не верится Что Уже Столько Время Не прошло Кстати В этом Году Ей Исполнялось Аж 15 лет По-моему В феврале Поэтому Нельзя Просто Взять И не пройти Я считаю Так Еще Одна Работа Опасный Врус Хорошо Я возьму Это Задание Конвертер Какой-то Хорошо Сделаем Так И пока Я Везу После этого Наверное Уже Заканчивать Буду А вот А пока Я везу Еще Я хотела Сказать Про Стандарты Как я Сказала Уже Все Завязано На Цифре 4 Так Вот Вот У нас Тут Глайдер Да Ястреб У нас Базовый Глайдер Стандарт Всего Существует 4 стандарта Глайдеров Оружия И оборудование Чем уже Стандарт Глайдера Тем он Больше Функциональнее И бла-бла-бла Поначалу Вот в этом Первом Стартовом Секторе Нам доступен Только Первый Стандарт Во втором Секторе По-моему Первый Второй В третьем Первый Второй Третий Начиная С пустыни Там уже Четвертый Стандарт По-моему Полностью Везде Он доступен Но До того Времени Еще ждать И ждать А Четвертый Стандарт Он такой Прям Вообще Хороший Можно конечно Лучше Но Он Самый Самый Хороший Из доступных Так сказать Вот И это значит То что Первый Стандарт Самый Плохой Как вы можете Видеть Самый Слабый Тут Очень Печальные Характеристики Буквально Всего Конечно Как базовые Вещи Это нормально Но Хотелось бы Хотелось бы Чего-то Получше Конечно Уже На Третьем Стандарте Можно найти Что-то Годное Но я Все-таки Предпочитаю Конечно Четвертый Там Не так Много Глайдеров Как может Показаться Самые Присамые Сильные Их Буквально Штуки Три Наверное Если не Два Есть Конечно Еще Деление По Направленности То есть У меня Сейчас Базовый Глайдер У него Все Характеристики Довольно Усредненные То есть Ну Ни рыба Ни мясо Бывают Глайдеры Скоростные Как У захватчиков Например Они Быстрые Легкие У них Грузоподъемность Плохая Да и Маневренность Так себе Но зато Они Быстрые И Подходят Для Всяких Курьерских Заданий Другой Тип Это Более Тяжеловесные Грузовые Они Довольно Неповоротливые Однако У них Очень Вместительный Трюм Трюм Они Отлично Подходят Для Торговли И Для Перевозки Тяжелых Грузов Ну Еще Есть Атакующий Тип У них Все Понятное Дело Завязано На Атаку Они Может Не Такие Быстрые Но Зато Очень Маневренные У них Защита Хорошая И так Далее Ну То есть Тоже Получается Четыре Вида Это Базовый Атакующий Скоростной И Грузовой Мне В принципе Больше Нравятся Атакующие И Скоростные Потому Что Скорость Я люблю Но И Бороться Надо Тоже С комфортом Тут Вся Игра Завязана Так или Иначе На битвах Так что Да Это Важно Вот Это Я Зря Сделала Это Я Случайно Контрол Нажала Сейчас Главное Постараться Не нажимать Его Снова Что Ж Вот Мы И Привезли Наконец Этот Фазовый Конвертер На Основную Базу Так что Они Спокойно Могут Теперь Проводить Ремонт Или Что Там Им Надо Для Меня Тут Конечно Есть Еще Работа Но Я Пожалуй Не Буду Ее Выполнять Сейчас Потому что Перерабатывающий Завод Он Достаточно Далеко Так что Буду Я Это Выполнять Уже Следующий Раз А пока Что На этом Все Большое Спасибо Спасибо За Просмотр Удачи В жизни И До Свидания